Блин, красотища в деревне вообще. 1 января. Всех с Новым Годом. Ну, просто потрясающе. Красотища неописуемая. Снежочек, конечно, придает антураж такой необычный, праздничный. Не знаю, вот этот год, конечно, в смысле Новый Год был такой праздничный. Круто. Так, вот с этим накрытым металлом тоже проблемы вышли. Я думал, снег не будет попадать или дождь. Но, как видно, что дрова все равно все в снегу. И это еще раз подчеркивает, что дровницу нужно делать закрытую, но хорошо вентилируемую. Поэтому это мы тоже возьмем на заметку. Будем что-то думать. Думать, как делать. Так. Все-таки пока. Ну, вот здесь непонятно, что вообще. Что и как. Снег, наверное, по колено. Но, блин, отсюда прицеп привезти и здесь прицеп оставить. Пока не знаю, где все равно погружать его надо. Слушайте, я коренной москвич. И мне почему-то в Москве не нравится. А вот в деревню приезжаешь, прям тут мангальчик там. Я вообще от деревни тащусь. Вот сейчас обожгем решеточку. Пожарим здесь шашлычок. Вот. А сейчас супруга сказала, колодец надо пойти откопать, воды набрать. Сейчас мы возьмем лопатку. И пойдем копать. Нормально так завалило. Насосом не получится попользоваться. Ну, и я плюс еще провод отключил. Ну, сейчас здесь площадочку расчищу. Расчищу дверь. И будем воды набирать в баклажки. Блин, снег в деревне, конечно, реально много. Прям наступаешь и по колено проваливаешься. Но больше всего я на самом деле переживал за крышу теплицы, которую я делал. Я делал так, чтобы снег скатывался. Ну, блин, здесь, наверное, сантиметров 8-10 снега лежит. С другой стороны, да, наверное, так же. Вот. Тут уже накидали внутрь снега. Но так, в общем-то, смотрю. Вроде все держится. Ну, днем получше будет освещение. Засниму. Потому что думаю, что сейчас никак вообще не видно будет. Так вот, переживал за крышу теплицы. Что с ней будет и как. На самом деле, думал, что снег будет скатываться. Ну, блин, наверное, сантиметров по 10 толщина лежит вот на крыше. Кир, ну-ка, иди. Плюс вот здесь вот я сеточку такую ставил. И вот на нее снег нападал. И он прогнуло. Надо будет усиливать. Я вот с той стороны проволокой усилил. Ну, такой арматурой. Она вот здесь вроде выдержала. Соответственно, надо раз, два, три. Штуки три, наверное, таких поставить. Чтобы ее не выгибало. Чтобы здесь нормальная, хорошая арочка была. Вот. Так что мы здесь видим. Здесь то же самое. Такое же большое количество снега. Но крыша вроде держит. Сейчас посмотрим изнутри. Супругу уже снега накидала. Вот. Ну, вроде ровненько. Нигде ничего не просела. Стекло здесь лопнуто. Надо заменить будет. И вот здесь вот. Она здесь не до конца. Тоже надо заменить. На другое окно. А, и вот там тоже последняя большая трещина. Тоже заменим. Чтобы везде было меньше всяких щелей. Там, наверное, запенить надо. Значительно теплее здесь, чем на улице. Хоть и не отопливать. Сюда ты выходишь. Прям ух. Холодно. Понятно. И прощаться. Холодно. 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 Сюда. вот так вот уазик ездит ее макарек просто чуть-чуть подсел потому что нужно было этот прицеп вытащить а я поехал с прицепом и застрял и не могу стронуться с места из-за прицепа сейчас растолкая чуть вперед-назад вперед-назад и может быть выйду серьезный тут такой снежок то принесу хотя бы лопату попробую раскидать лопатой полегче было ездить пойду за лопаткой схожу колеса были хреновые конечно зацепиться не могут уперся в снег и прокрутился и встал сейчас я прокопаю уже начал до него немножко вокруг пройдусь и попробую стартануть хотя бы колью накатать чтобы была такая уже более менее разбитая дорога пригнал прицеп в деревню он наверное здесь зимовать будет потому что нигде этого москве пока оставить там внутри вот такие вот ящики с фанерой уже буду весной что-то делать разбирать как-то сейчас нет варианта плюс здесь вот крепление раздолбила серьезно вообще тоже надо подделать хорошенько это вообще скоро вывалится еще нет там от коричьба плохая в общем подделать его надо четко ну а так то он значит зимовать здесь будет и у нас выдачка затертая хлам не видно вообще не видно ну ладно вот только только на нем крылья поменял который раздолбала а и колес поменял колес здесь тоже хреновые были вот вот Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok